Всем привет! Как и обещал, очередная посылка пришла. Вместе будем вскрывать. Посылка с банкнотами. Итак, вот видимо она напечатана. Вот здесь скрою. Такой вот красочной упаковочке. Аутбрик это упаковка от какой-то игры. Hasbro и плотный картон довольно таки. Так. Вот так. Тут еще один картон. Такой иностранный. Австралия пост. Где здесь? Ага, тут еще вот так заклеено. Ну, мы сейчас его быстро расклеим. Он еще так приклеил. Ладно, пойдем другим способом. Делаем вот так. Посылка, друзья, из Магнитогорска. О-о-о. Насалил. Вот они банкноты. Должно быть 16 банкнот. Ну, давайте все по порядку. Так. Итак, поехали. Первая банкнота. Я на экран вижу. Первая банкнота. Босния и Герцеговина. 25 динар. 1992 год. Изображение номинала и подписи на лицевой стороне. Оборотная сторона. Герб Боснии и Герцеговины. Следующее окнота. Приднестровье. Один рубль. 2012 год. Лицевая сторона. Портрет Александра Суворова. Великого полководца. Оборотная сторона. Банкноты. Мемориальный комплекс. Кицканский плацдарм. Следующая банкнота. Украина. 5 гривен. 2005 год. Подпись Тельмах. Ее у меня не было. В прошлом выпуске я показывал. Почти собрал все. И вот последняя недостающая. 2005 год. Богдан Хмельницкий изображен на лицевой стороне. Его герб и герб Украины. На оборотной стороне. Ильинская церковь в селе Субботове. И здесь похоронится Богдан Хмельницкий и его сын. Следующая банкнота. Исландия. Как видите, банкнота в состоянии... Нет, не в состоянии пресс, но в сносном таком. Исфайн. 5 крон. 1957 год. Исландия. У меня есть банкнот Исландии. 10 крон. Ну, вот попалась. Вот такая решил взять. Итак, что изображено на лицевой стороне. Это викинг Ингольф Арнарсон. Сын Эрна. Как он властелине колец прям. Это знатный викинг норвежец. В конце девятого века. Переселившийся в Исландию со своей дружиной. И основавший на острове первое поселение. И оборотная сторона. Тут фермерские постройки. Видно какое-то село. Бесса-стадыр. Перемещаемся в Америку. Аргентина. Два Песса. 2012 год. Портрет генерала-лейтенанта Бартоломе Митре. 1821-606 годы жизни. Также здесь фрагмент из рукописи История независимости Бельграну и Аргентины. И фрагмент передней двери ворот дома Бартоломе Митре. У меня есть пять и десять из этой серии. Песо. Решил докупить два. Оборотная сторона. Музей Митре в Буэнос-Айресе. Посвященный аргентинской истории. А также наследию президента Бартоломе Митро. А также инициалы его имени и аргентинский герб. Перемещаемся в Азию. Вьетнам. Пять тысяч дунг. Одна тысяча девятьсот девяносто первый год. Портрет Хо Ши Мина. На лицевой стороне. Оборотная сторона. Высоковольтные электрические линии на фоне ГЭС. Следующая банкнота мне очень понравилась по ее размеру. Она очень большая. Вот если я приложу линейку. 18 сантиметров получается чуть больше. И здесь восемь с половиной. Вот такая большая банкнота. Это друзья Камбоджа. 500 риэль. 75 год. На лицевой стороне изображена девушка. С горшком на голове. Несущая. Там очень распространено на голове. Носить всякие игру с женщинами. Юго-Восточной Азии. И оборотная сторона. Основное изображение это рисоводство. Работы на рисовой плантации. Также здесь содержат какие-то фрески. Это в подробном обзоре уже будем смотреть. Идем дальше. Следующая банкнота. Индонезия. 2,5 или 2,12 рупии. 1961 год. Такая банкнота у меня есть. В предыдущих выпусках я вам показывал. Просто так получилось, что заказал у этого человека первую. Вот эту банкноту. А потом такая же подвернулась в комиссионке. Ну решил взять. Потому что забыл уже, что заказал. Посылка шла долго. Человек был в отпуске. Я даже забыл, что уже заказывал. Ну и так получилось, что их у меня две. Ну пойдет в обменный фонд если что. Работники на кукурузной плантации. Тут на лицевой стороне хлопок и колосс. Колоссия риса наверно. Оборотная сторона. На оборотной стороне сельскохозяйственные плоды. Та же кукуруза и рис. Следующая банкнота. Индонезия. Красивая банкнота. Пять рупий. 1959 год. Изображена тубероза. Латинское название Polyanthes tuberosa. Многолетнее растение семейства агавовых. Оборотная сторона. Здесь изображены нектарницы. Птички такие. Род птицы семейства нектарницевых. А вот в этом акме. Белом. Керп. Индонезия. Водяной знак. Так. Идем дальше. Снова Индонезия. Коллекция моя. Недонезийский банкнот неплохо пополнилась. Надо вам показать уже альбом. Так. Пять тысяч рупий. Одно тысяча девятьсот девяносто второй девяносто третий годы. Так. Здесь маленьким шрифтом написано девяносто третий год. Но здесь отпечатано девяносто второй. Это означает, что банкнота серии девяносто второго года. Печать девяносто третьего. Итак. Что изображено на лицевой стороне. Это национальный индонезийский музыкальный инструмент Сасандо. И Гобелен Островоротте. А я думал это лодка. Когда вот так смотришь первым взглядом кажется, что это лодка. Оказывается это музыкальный инструмент. Так. И обратная сторона. Здесь изображение вулкана Келли Муту. В Индонезии полно вулканов. Поэтому они также изображены на банкнотах. Так. Еще одна банкнота Индонезии. Это уже современная банкнота. 20 000 рупий. 2016 год. Портрет. Герунган Саул Самуэль Жозиас Ратуланги. Или коротко Сэм Ратуланги. Индонезийский государственный, общественный и политический деятель. Первый губернатор Сулавеси. Тостров. Педагог, доктор философии. Национальный герой Индонезии. Оборотная сторона. Национальный танец. Гонг. И изображение острова Дераван. Такая банкнота. Так. Следующая банкнота. Таиланд. Правда она из обращения. Но стоила она вообще очень дешево. Таиланд. 22 2003 год. Состояние сами видите. Из оборота. Лицевая сторона. Портрет короля Пхумипона Адульядетта Рама Девятая Илижа. В униформе Верховного Главнокомандующего вооруженными силами. И оборотная сторона. Его величество король Ананды Махидона. Это Рама 8. Ну и современный мост. Изображен. Я ее выправлю. И будет она как новенькая. Так. Следующая банкнота. Филиппины. Филиппинам я мало уделяю пока времени. Внимания. Как бы не времени, а внимания. У меня всего лишь пару банкнот. Если сказать точнее. Филиппины у меня представлены. Да. Двумя банкнотами. 20 песо. 69 год. 20 песо. 2014 год. Это 10 песо. 10 песо. 1981 год. На лицевой стороне. Портрет Аполлинарио Мобини. Аполлинарио Мобини или Маранан. Филиппинский юрист. Государственный и политический деятель. Первый в истории премьер-министр и министр иностранных дел Филиппин. Оборотная сторона. Церковь Барасуайн в Малолосе. Филиппинский юрист. Теперь перемещаемся в Среднюю Азию. Это, друзья, Таджикистан. Таджикистан. 5. Сомони. 2012 год. Это 99-й здесь напечатан. Но это модификация 2012 год. Панкнота. Основоположник современной таджикской литературы. Садритин Айни. 1878-1954 годы. И обратная сторона. Мавзолей Абу Абдаллаха Рудаки. Рудаки это персидский поэт и ученый. Таджикистан. В Пенчакенском районе. У меня есть 1-3 метра уже 5. Буду потихоньку докупать. Банкноты СНГ меня очень интересуют. Мне достаточно интересно. Так. Соседняя страна, друзья, с Таджикистаном. Иран. Иран. Это банкнота. Пять тысяч реалов. 2009 год. Изображен Рухолла Муссави Хумени. Или Имам Хумени. Иранский политический деятель. Великий Айятулла. Лидер исламской революции. 1979 года. В Иране. Верховный руководитель Ирана. 1979 по 1989 год. Коды. Это интересная серия. Таких банкнот есть три. Где лицевая сторона вот такая. Точно. А оборотная сторона разная. То есть здесь изображен спутник и глобус. Это банкнота 2009 года. Так же есть банкнота такая же. 2013 года с изображением утвари. посуды. И есть такая же с изображением букета цветов. Вот букетов цветов у меня нету. Эти две есть. Но я уже нашел и буду заказывать. Вот такая банкнота. И еще одна банкнота Ирана. Иранская. Это 10 тысяч реал. 1992 год. Также изображение Арухола Мусави Хумини. О нем я уже говорил кто что. И оборотная сторона. Такая вот гора. Вулкан Демовенд. И последняя банкнота друзья. Это уже Африка. Это страны. У меня не было банкноты этой страны. Это первая банкнота. Государство Кабо Верде. Раньше это государство называлось Острова Зеленого Мыса. Потом переименовали в Кабо Верде. Хотя Кабо Верде в переводе с португальского. Это и означает Остров Зеленого Мыса. Просто поменялось русское название страны. Раньше переводилось как Острова Зеленого Мыса. Потом решили не переводить само название. Потому что это неправильно. Так считают. И назвали так как звучит на их языке. Кабо Верде. Итак банкнота 200 Escudo 2014 год. Банкнота не дешевая скажу вам. Полимерная. Это пластик. Вот. Изображен портрет писателя Энрике де Созе. Дальше видим карта Острова Фогу и Виноград. И оборотная сторона. Вид на вулкан Фогу и снова Виноград. Вообще я очень хотел другую банкноту этой страны. Я охочусь за другой банкнотой. Правда она нереально дорогая. Там изображена величайшая певица Сезария Эвора. Это 2000 Escudo. Я ищу эту банкноту. Год 2014. Но она очень редкая и очень дорогая. Поэтому пока не могу себе позволить ее купить. Вот она сегодня друзья. Вот у меня 16 банкнот. Пополнивших мою коллекцию. Такие вот сегодня интересные банкноты. Вот столько сегодня банкнот. А именно 16. Одна новая страна. Кабу-Верде. Попала банкнотка. На этом друзья заканчиваю обзор. Кому понравилось. Ставим лайки. Не забываем. Пишем комментарии. Кому интересно что-либо узнать. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу на них. Надолго не прощаюсь. Всем спасибо большое за просмотр. За ваши комментарии. За то, что подписываетесь. Спасибо вам. И на этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok